Поговорим серьезно на тему дефолта. Сначала внимательно послушайте, как украинцам промывают мозг такие блогеры, как Дубинский. Я вообще полагаю, что этот парень просто ебался, извините за выражение, потому что то, что он несет это, ну, как бы взрослым людям, понятно, что это откровенная отборная чушь. Он несет это, конечно, спокойным тоном, и как бы все думают, вроде бы адекватный блогер, и спокойно проглатывают то, что он говорит, но давайте разбирать по косточкам. Итак, господин Дубинский, порвавший уже на Давидову звезду свою задницу за Зеленского, теперь, естественно, за дефолт Украины и втюхивает украинцам, почему дефолт это хорошо. Слушай, поэтому дефолт, когда говорят дефолт, нам перестанут одолживать деньги, так, друзья мои, давайте снимем коррупционный налог с экономики. Вот те деньги, которые пиздят товарищи, называются властью, и нам нахуй не нужны влево. Прекратите коррупцию в стране, и можно дефолтовать, не нужны нам никакие иностранные инвестиции в таких объемах. Да это и нет их никаких, иностранных инвестиций, потому что ключевой приток валюты в страну обеспечивают те же астербайтеры, зарабетчане. А приток инвестиций равен нулю практически, там какие-то смешные деньги, и то они от олигархов заходят, которые свои же деньги с офшоров загоняют в Украину на приватизацию, либо какие-то проекты по восстановлению, ремонту, реновации своих предприятий. Все. Деньги из Украины выходят, а не заходят. Поэтому, когда начнем говорить о том, что дефолт придет гулять к какому-то страшному краху, я, во-первых, а, не знаю, что может быть страшнее, чем те условия, в которых мы живем сейчас, б, он может привести к краху только тогда, когда пизденка останется на таком же уровне и не будет уменьшаться. А вот что касается, типа, мы не выполним свои обязательства перед иностранными кредиторами МВФ, Соединенными Штатами, как на нас посмотрят, нам безумно это должно. Друзья, а они выполнили, так, чтобы вы понимали финально, а они выполнили свои обязательства перед нами по Будапештскому эмирандуму, вот когда Россия оттяпала у нас Крым и зашла в военная поддержка на Донбасс. К тому же дефолт это не значит, что пиздец, все, я не плачу. Дефолт это реструктуризация. Садимся за стол переговоров, мы вам 15 миллиардов за этот год не отдадим ни хуя, потому что эти деньги мы должны забрать у нашего населения. И это означает, что мы должны повысить тарифы на газ, еще больше, на электричество еще больше, налоги ввести еще больше, частных предпринимателей вообще нахуй отменить, всех на общую систему перевести, налоги из прибыли повысить, налоги из доходов повысить, военный сбор повысить, потому что собрать деньги и отдать вам. Да пошли вы нахуй, мы вам отдадим это в течение 10 лет. Вопрос. Никаких, а мы вам не будем отдалживать. Ну хорошо, мы не будем пиздить у себя в стране, и нам хватит. А потом вы нам начнете отдалживать. И ничего страшного в этом не будет, друзья мои. Просто если этим процессом будут заниматься люди, которые будут думать про государство, про перспективу, а не про то, как украсть, это не дефолт. Это просто переговоры о рассрочке, погашении своих обязательств под условия создания здоровой экономики. Дефолт – это рассрочка. Итак, вы слышали, нет никаких инвестиций в эту страну, ничего в эту страну не заходит, все из страны выходит. Если что-то заходит, то это от олигархов. И дальше основной бюджет делают в стране зарабичане, то есть какие-то гастарбитеры. Но это вот просто чушь несусветная. Я не хочу сейчас перечислять, сколько существует инвестиционных фондах в Украине, сколько существует венчурных фондов, сколько вкладывается денег в экономику Украины. Есть три основные отрасли, которые сейчас активно инвестируются западными фирмами. Это агро, это металлургия и это IT. То есть у вас действительно есть много проектов, которые без иностранной поддержки просто не могут существовать. Какие гастарбитеры, IT, агро и металлургия, хотелось бы этого идиота спросить. Дальше он говорит, что он ничего не может представить себе, что может быть хуже, чем есть сейчас. И главное, люди легко покупаются все время на вот эту его фразу. Они пиздят наши деньги. И он считает, что вот этой фразой он сможет все на свете объяснить. Итак, что может быть хуже того, что есть сейчас? Самый простой пример хуже может быть, например, доллар за 160 или 200 гривен. Если это, ну, ничего страшного, то, конечно, слушайте Дубинского и даже двумя руками будьте за дефолт. И когда эта замечательная компания его объявит, просто спокойно воспринимайте это, потому что, ну, что может быть хуже, да? Ну, как? Ведь, по сути, эти идиоты пытаются объяснить это таким образом, что можно спокойно объявить дефолт. При этом, как бы, смысл в том, чтобы не отдавать деньги, которые вы до этого занимали, и ничего вам за это не будет, ребята. Господин Коломойский манипулирует в данном случае фактами, говоря, что Греция объявила дефолт, Аргентина объявила дефолт, и они, дескать, вылезли, и ничего страшного. Но это откровенное вранье. Об этом мы еще позже поговорим. А сейчас возвратимся к господину Дубинскому. Послушайте, что он предлагает. Прекратите коррупцию в стране, и можно дефолтовать. Не нужны нам никакие иностранные инвестиции в такие. И так все просто. Прекратите коррупцию, и можно дефольнуть. Ну да, вот просто вот так. Раз, по щелчку пальцев, прекратите коррупцию. Этого не удалось добиться ни в одной стране, даже в очень развитых западных странах. Несмотря на то, что считается, что коррупции здесь нет, на местах, везде, все равно есть коррупция. И беспрерывно открываются новые и новые дела. Это касается и Соединенных Штатов, и Германии, и Японии, и Китая. Коррупционные министры, правители, бизнесмены есть во всех странах. Ребята, забудьте. Это касается в том числе и тех, кто верит Алёше Навальному, что можно просто взять и побороть коррупцию. На этой антикоррупционной схеме, напоминаю еще раз, пришел когда-то батько Лукашенко, который тоже говорил, что он легко поборет коррупцию. Сейчас вы имеете то, что вы имеете. Коррупция только завуалированная под другие формы. И так, еще раз, невозможно побороть коррупцию. Ее можно уменьшить, но в любом случае не за одно мгновение. Коррупция – это множество судебных процессов. Это беспрерывное открытие все новых и новых фактов. Это сеть. Понимаете, коррупция – это связи. Это не один человек договорился с другим. Это между ним еще множество людей, которые заинтересованы в сложной коррупционной схеме. И поэтому за один раз разрулить любое, любое дело, какое бы это ни было, это крайне сложно. А таких дел в стране, подобной Украине или России, их тысячи, понимаете? С какой бы стороны вы ни начинали так называемую борьбу с коррупцией с другой страны, и эти же люди, заинтересованные в коррупционных схемах, будут постоянно вам мешать. И это не то, что нужно один кошелек распотрошить или сейчас посадить Порошенко, забрать у него его деньги. Вы понимаете, что коррупция – это сложнейшая вещь. И вам втюхивают мысль, что давайте мы сейчас побоемся с коррупцией, и из-за этого мы легко дефольнем, как он говорит, дефольнем страну. То есть мы просто объявим страну банкротом. Кто не понимает, что такое дефолт? Приведу на простом жизненном примере. Ну, например, я имею кредит за дом. В какой-то момент я, допустим, не могу выплачивать этот кредит. Я вынужден объявить себя банкротом. Дефолт – это когда страна объявляет себя банкротом. Дескать, я больше платить по кредиту не могу. И что вы думаете? Мне спокойно оставят мой дом, мою машину. То есть, скажем так, какие-то блага, которыми я пользуюсь, скажем, или я пользовался, покупая все это на кредит. Нет. Как только я объявляю банкрот, ко мне приходит специальная комиссия, которая описывает все, что у меня есть в доме, все, что у меня есть на моих счетах. Я ничего не смогу скрыть. И дальше. Все, что есть ценное, у меня отберут. Не потому, что им это надо, а просто они меня этого лишат по закону, потому, что я пользовался этим, набирая беспрерывно кредит. Допустим, увеличивая и живя непосредственно. Это значит, что меня зовут. Берут автомобиль, телевизор, стиральную машину. Все, что более-менее имеет ценность. Оставят. Есть определенный список, который оставляется. Там плита, раковина, кровать, там что-то и так далее. Более того, тебе устанавливают такой порог. То есть, то, что ты имеешь право, чтобы совсем не сдохнуть. И все, что ты сверху заработал, тут же автоматически будет отчисляться в сторону твоего кредита. То есть, твое объявление банкротом не лишает тебя твоего долга. Всего лишь все, что у тебя есть, сначала заберут, отнимут от того долга, что у тебя было, но долг на тебе останется. И как только ты опять начнешь зарабатывать, например, у меня появится моя ситуация улучшится, я стану опять платежеспособным, у меня тут же начнут вычислять эти деньги. Если ты попал в состояние дефолта или банкрота, не так-то просто из этого выбраться. И поэтому те, кто сейчас вам внушают, что это такая легкая ситуация, которую легко можно создать, а потом через пару лет опять прийти в мировой фунт и опять попросить бабок, они вас просто элементарно обманывают. Что происходит на самом деле со страной, которая объявляет себя банкротом? Прежде всего, сразу взлетает курс валют, потому что никто больше не собирается скупать акции этой страны банкрота. Дальше у вас все равно увеличатся и цены на тариф, и на все остальное. Ничего не изменится, будет только хуже, но самое интересное то, что все ваши прибыльные отрасли, все предприятия и фирмы, а у вас их не так уж много, их всего несколько сотен, будут оценены и распроданы по дешевке. И это именно то, что нужно господину Коломойскому добиться от своего протеже Зеленского, чтобы он страну слил, а такие, как Коломойские, по дешевке скупили все, что можно скупить. Конечно, они не будут это вот так прям объявлять, это будут подставные лица, о которых вы узнаете или, может быть, не узнаете. Вдруг появятся какие-то французские бизнесмены, какие-то немецкие бизнесмены, которые на самом деле будут подставными людьми Коломойского. И может быть, через 20 лет эти схемы откроются, но вам от этого не легче. Вашу страну распродадут. Вот это обозначает дефолт. И это не просто, что вам возьмут и спишут долги. Италия грозится уже последние лет 10 плюнуть на свои долги. Но, тем не менее, они идут путем реформ, потому что, наверное, до конца понимают, что это полная жопа. И лучше не пробовать идти этой дорогой. Ну, а то, что господину Дубинскому все равно потеряет ли Украина свое лицо, я думаю, что его, наверное, Беня и Зеля взяли в долю. Ему-то пообещали, ты-то уж точно не пострадаешь. А что сделает ваш замечательный сосед, который только сидит и ждет ослабления вашей страны, у которого будут развязаны руки, и который будет смеяться в голос от того, что вы все-таки в конечном счете лоханулись. Вы вроде бы выбирались, выбирались из этой ямы, где вы находитесь, и уже вроде бы жизнь стала так более-менее налаживаться, а тут бац, и вас объявят банкротом, потому что господин Коломойский так захотел. Если кто-то не верит мне, предлагаю зачитать статью известного украинского экономиста Сергея Фурса. Он специалист по продаже ценных бумаг, работающий на иностранную компанию Dragon Capital. Вот что он пишет. Дефолт – это кризис. И потому продать идею дефолта очень трудно. Приходится манипулировать и врать, чтобы хоть как-то завернуть плохую идею в привлекательную обертку. Изюминка манипуляции – это призыв пойти по пути Греции, отказавшись от МВФ, и разговоров с Западом, уйдя в дефолт. И действительно, ведь не может же в Греции быть плохо, в Аргентине или Венесуэле. Быть может, а в Греции нет. Фишечка этой манипуляции в том, что Греция как раз поступила с точностью да наоборот. В 2009 году Греция очень долгое время была на грани дефолта, и чтобы оздоровить свою экономику, прошла через программу жестких реформ, которая проводилась под руководством тройки МВФ, ЕС и их кредиторов. В 2009 году оказалось, что у греков слишком большой долг, причем намного больше, чем показывали до этого. Ушлые греки с помощью финансовых махинаций привлекли гораздо больше денег, чем могли себе позволить, и жили расслабленно, в долг. Греки оказались на пороге дефолта, настоящего дефолта, и это могло спровоцировать глобальный кризис. Ведь дефолт угрожал теперь стране из ЕС, и ЕС должна была с этим что-то делать. За Грецию взялись, конкретно Германия. Действительно была списана часть долга, просто потому, что сам долг был слишком большой. Здесь я делаю небольшую сноску, я хорошо помню этот скандал, когда Германия одолжила Греции неожиданно 35 миллиардов. Это был ужасный скандал здесь. В обмен Греция провела жесткие реформы, значительно урезав социалку в том числе. Греки выполнили свою программу, даже несмотря на тот факт, что власть в стране получили самые оторванные популисты. Но ответственность за страну в конечном счете не дала им уйти в дефолт, и они все-таки выполняли все жесткие требования МВФ. И да, в Википедии написано, что Греция в этот момент была в состоянии дефолта. Беда только в том, что там не написано, что это был технический дефолт, в котором Греция пребывала что-то около недели, просто не успев в парламенте проголосовать за необходимую порцию изменений, после чего получила свой новый транш из Германии. Это точно не тот дефолт, который предлагает теперь Украине Игорь Валерьевич. И это точно не отвернуться от Запада и послать всех подальше. Поэтому не верьте разговорам, что после дефолта все будет еще лучше, не будет и точно будет хуже. Дефолт ведь это кризис, а в кризис бедные становятся еще беднее, а богатые еще богаче. Поэтому Коломойский и хочет отдохнуть от реформ и от пристального внимания Запада. Его можно понять, ему это выгодно со всех сторон, ведь за дефолт заплатят простые люди и будут платить еще долго потом. Реальная доходность облигаций страны, которые часто допускали дефолты в своей истории, Аргентина, Эквадор и прочие, была втрое выше с 1820 года, чем доходность облигаций стран, которые не допускали частых дефолтов. Связь между бюджетом и деньгами налогоплательщиков улавливают не все. Но думается, все улавливают связь со своими деньгами, со своими зарплатами, накоплениями. И вряд ли они будут счастливы, столкнувшись с дефолтом. По крайней мере, так счастливы, как обещает Игорь Валерьевич. Как когда-то были счастливы жители Аргентины. Как-то они так радовались дефолту. Такие народные гуляния устроили, что пришлось выводить на улицу танки. И как тут не порадуешься, когда твой депозит в банке с жалкими долларами в одну ночь превращается в патриотический депозит в родной национальной валюте, да еще по курсу, который установило любимое правительство. И да, есть одна правда в интервью Коломойского, где он говорит Зеленскому, что если тот будет слушать Запад, то не сможет сохранить свой рейтинг. Это правда. Если делать реформы, не видать ему рейтинга в 73%. Но если он решит не слушать Запад, то мы все легко увидим курс гривны 73 и выше. Тут уж кто что выбирает, или курс гривны, или свой рейтинг. Правители Венесуэлы поступили так, как рекомендует Коломойский, посылали Запад и сохраняли рейтинги. Правда, забыли сохранить экономику страны. Кому нужны такие мелочи, правда?